На этих исторических кадрах рушится многовековая история. История старинного храма в честь преподобного Семена Столпника, который столетиями возвышался в северной части Нижегородского Кремля у Ивановского съезда. Когда два года назад было принято решение о воссоздании храма, первым делом здесь начались археологические раскопки. Удивительные и интересные находки сразу стали рассказывать о тех далеких временах. Одних только захоронений на этом небольшом участке земли. Было обнаружено около 900. Археологические раскопки, они тоже стали беспрецедентными. Здесь на территории Нижегородского Кремля были обнаружены останки и некрополя, который нигде ни в каких метриках и ни в каких архивах не был обозначен. И средневековые застройки, причем застройки, относящиеся к периоду чуть ли не основания Нижнего Новгорода, 13-14 века. Причем это застройка обычных людей в том числе. Было найдено очень много артефактов, и они, конечно, также пополнят хранилища и экспозиции наших музеев. Губернатор Глеб Никитин присутствует на торжественном чине освящения куполов и крестов для восстановленного храма. Возглавляет службу митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Мы окрепим святой водой и останки тех людей, которые в веках были похоронены вокруг этого храма. Святые эти честные останки сегодня погребены под алтарем этого храма Семену Столпника. Устроена специальная косница, останки в веках похороненных людей. Мы их не куда-то удаляем, оставляем на этом месте. Первые упоминания о Семеновской церкви появляются еще в начале 17 века. Через столетия она была уничтожена во время пожара. Восстановили храм уже в камне. С приходом советской власти храм решили взорвать и разобрать по причине, что он якобы не представлял особой архитектурной и исторической ценности. Многие верующие тогда были против, храм действительно красив. А потому восстановить его решили именно в своем историческом виде. Если у кого-то были сомнения, я знаю, были, по поводу того, как впишутся эти объекты в современный облик, то лично сейчас я убедился в том, что они должны полностью отпасть. Посмотрите, как органично этот храм здесь смотрится. Сочетается со стенами Кремля, так что мы уже привыкли к стенам Кремля. Как будто это наше, все родное. И это он просто рисовался в этом и все. В настоящее время в Семеновской церкви заканчиваются декоративно-отделочные работы. Помолиться здесь, как и столетия назад, верующие смогут уже совсем скоро. Наталья Лисова, Василий Низов. Время новостей.